здравствуйте друзья у нас такой вопросик не то чтобы уж необычный но так здравствуйте михаил почему-то все мои знакомые как услышат что я хочу переехать в сша начинают говорить что сша скоро загнется затонет развалится что будущее за россией все кругом патриоты но самое интересное все нищие но хвалят россию но есть связь мои родители родители моих родителей дедушки бабушки и я вместе со всей семьей ничего хорошего в этой стране не видели я хочу увести свою семью жену и ребенка в сша это мужчина значит пишет жену и ребенка понял чтобы мои будущие внуки и правнуки жили достойно но почему-то все против меня может они правы может я лезу куда не надо вот это может я лезу куда не надо это мне очень понравилось ну давайте поболтаем вспомнился мне друзья при чтении этого письмеца классический анекдоте там значит мужик троллейбусе там давка все дела но выходить ему скоро и он так мужичка перед не спрашивает товарищ извините выиграть на следующий не выходите тот молчит но вообще молчит и галерин тот ему товарищ извините мне вот выходить на следующий вы на следующий не сходите тот говорит ему не нуди он как-то но растерялся году то есть ну правда то выходить вы не нуди в мажу тот опять его тут товарищ ну правда нуждой кто-то там бах по морде и он так ошалела за морду я извиняюсь держится и говорит и чё это я сегодня разнудился понимаете и вот наш герой в этом письме он тоже год может я лезу куда не надо молодец да действительно но я чего не понимаю ну хочешь уехать у есть чего ты берешь каких-то людей так которые к этой идее относятся плохо которые они не случайно любят то что у них есть они бедны они никогда не видели другого понимаете они же не видели никогда они сравнить то не мог у них ничего в жизни нет кроме телевизора который амао не верит и так далее это вы говорите что ваши родители там и по горизонтали там родственники всякие значит никогда хорошей жизни не видели но они же так не считают они так по-другому считают они и для вас хотят такого же это самое ну добра как они вот всю жизнь в добре значит вот и вы в таком же добре этого добра там знаете сколько на всех добра хватит и вот на самом деле единственный вопрос который в этом есть единственный вопрос вы вы чё действительно в америку ходить но правда вот если вы хотите в америку какое вам дело до того кто чего скажет кто чего думает чего он там чего вы их слушаете то но сам факт того что вы их слушаете мало того вы их не просто слушаете а вы задаетесь вопросом может они вообще правы о вот это вот можно они правы я вырос на хохмачки о светлом будущем которые за нами вот она теория была знать напала все-таки теория о том что вот будущее за социализм что вот общественно-экономические формации они сменяют друг друга соответственно значит там был был общественно как примитивные формы там да первобытный строй потом феодальный потом рабовладельческий потом то есть нам бы первобытно-общинный рабовладельческий феодальный капиталистический и вот вершина этого всего значит социалистическая переходящая медленно в коммунистическое понятно что вот эти которые там они может быть временно конечно кушают больше но наш эта система более передавая но и люди верили чего они получили вы знаете да там вот ну так это они еще не воровали то есть вот они воровали но так внутри страны они еще не вывозили там миллиардами там частные лица нефтяную нефтяные бабки не все на счет не клали там в зарубежных банках пойти это чего мы все получили в итоге а тут конечно большие перспективы кто же кто же говорит там вот особенно у родственников и они ощущают прямо сейчас эти перспективы вот значит мне это письмо говорит только о том что она вам самому не очень надо вот честно если человеку надо то он будет суд а кого он слушает людей которые никогда ничего не заработали которые ничего в мире не видели которые самостоятельно рассуждать не могут а повторяют только то что слышали по телевизору а чего вообще их слушать я я даже не п а а почему их вы слушаете рассмотрели бы сами телевизор зачем вам их слушать когда можете включить там первый канал и смотреть его сами чего чем вам их спрашивать то же самое вы знаете поэтому не надо из них делать каких-то вот там людей которые вам препятствуют в эмиграции это ваша проблема и только ваша нет вообще ни при чем мы мы знаем людей но такое количество мы знаем людей которым всем которым все говорили нет нет да ты что да ты куда они приехали живут и как бы пофигуемся ничего страшно я вот на днях с женщиной разговаривал она выиграла green card лотерею а женщина уже так знаете туда но ближе к 70 можете представить женщина ближе к 70 выиграла в green card лотерею и приехала к нам сюда вот на местность и почему приехала потому что сын ее у нас вот тут он учился и сейчас вот вроде уже работать пошел и она к нему ну хорошо значит она к нему и английского у нее толком нет и она вот сюда металась там куда ей деваться но вот в итоге приехал и у нее есть дочь надо сказать что дочь живет в тоже в америке где-то живет там я не хочу сказать в глуши но но тип того в глубинке она живет там в глубинке и она брату говорила вот ты там не едь там в портнов компьютер скул это все обман это там туда-сюда я матери говорю слушай а вот уже время прошло уже парень работает уже что что дочь она ведь продолжает читать что это все обман и и как бы все такое понимаете есть люди не то что у них проблемы они абсолютно не проблемные они просто как сказать вот такие люди и проблема у того кто слушает мы делаем парень уже не стал слушать свою сестру которая типа живет в америке типа тут познала все на свете и так далее и я вас верю что она там много денег не зарабатывает и поэтому и живет в таком месте но вот собственно и все значит поэтому я я почему парня привожу в пример потому что если бы он слушал всех подряд кто ему говорит что тебе не светит что там не какие у них бы не были вообще причины этого говорить я-то с каждый день с этим имею дело вот я помню много лет назад там какой-то форум был не хочу называть и я там рассказал по профессию тесту там что-то был разговор возник я там сказал то всего там на унина там два абзаца написал между делом и и там была женщина она работала бухгалтером где-то тоже в какой-то такой глубинке и она была собой исключительно горда знаете она очень ну как бы она считала что жизнь сделана и там было лет 35 она получала до тысяч 40 и вот там в глубинке она себя чувствовала на эти 40 тысяч но уже прямо такой она там советы всем давала и чем она не вообще давала она приходила нет форм как бы сказать самореализоваться немножко потому что ей там где она жила наверно не перед кем было растопыриться там пальцы веером сделать это и вот она на форум шла а там люди вообще мало кто из них в америке живет они где-то там издалека но она им объясняла что вот но вот мы которые состоявшиеся вот вы нам сейчас там козлам пообъясним попросить значит и когда я написал что я между делом вдруг сказал там что довольно много народу которые из аккаунтинга перешли в тестирование потому что но они там получали там 15 там 20 долларов в час а стали получать ну довольно быстро вдвое больше а то и втрое временами ну и короче это ее так зацепил я же не знал я просто рассказываю как по факту а ее так зацепил если не представляете она бесновалась там месяцами после этого почему потому что я просто рассказывая об этом вырвал из под нее ну просто вышиб из под нее эту табуретку на которой она думала что она стоит состоявшаяся крутая там со всеми делами вдруг нее дошло что она ну вот и и вместо того чтобы сказать слушай так может быть действительно мне тоже перекинуться да могла бы легко молодая вроде вами в америке давно язык хорош но она 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 не хочет вот она такой такой человек поэтому это вот известная хохмачка сейчас с лисой в средоградом басня лиса виноград крылого иван андреевич но может не знает неважно почитайте в конце концов ну почитайте басню крылого лиса и виноград она от того что не могла до винограда допрыгнуть она его обхаивала это ой да виноград там фуфло там глянь на него сейчас развалится вся эта америка вообще там и да я а ему там места нету вот вы свои родни оговорите я пойду в америку а им-то там места нету не втором не вторым сортом не третьим не тушкой не чучелом нету им тут место и они это знают поэтому они господи боже мой я я говорю такие аксиматичные вещи такие очевидные включите телевизор посмотрите на эти лица обезумевшие потерявшие человеческий образ посмотрите на них но вот то же самое говорят человек многие люди уж телевизор давно не смотрят тоже невозможно на эти рожи смотреть а вы с ними разговариваете я часто цитирую роберта киесаки я вот эту эту вещь я еще раз повторю киесаки говорит в чем проблема общение с идиотом проходит всего одна минута и уже не один идиот а два ты это с которым ты разговариваешь вот собственно и все поэтому я даже не знаю что я должен сказать вот чек прошит а что вот как ему жить вообще дальше может он действительно чет такого это развыступался он тут ну может и раз выступался ну сиди дома я если тебе мнение этих людей важно есть такое понятие в психологии референтная группа референтная группа это группа людей мнение которых для вас важно если это мнение мнение если это люди мнение которых для вас важно сидите дома никуда не едете вот и вот и все это проще уже но но никак нельзя определитесь вам важно их мнение или нет если вы думаете может они все правы можете один дурак может там действительно что-то ему захотелось поэтому так я строго с этим делом америка не как вам сказать это это не санаторий для инвалидов понимаете это не какая-то как раньше от уголовников там ссылали в австралию там в америку там до из великобритании и тогда это страна где есть очень много возможностей вам нужны возможности ну кроме тех что вот там у вас дома вот родители дедушки бабушки вот вам тоже там по наследству добро вот это мы уже обсуждали какое значит и вам оппортюнити то нужны или чего не нужны сидите там нужны чего их слушать я вот часто вижу о том как делать деньги рассуждают люди которые не сделали в жизни ни копейки и так они всех учат и все они знают а если он не дай бог три страницы в книжке прочитал а если не дай бог всю книжку прочитал он не понял там ничего хоть сколько книжек прочитать но он уже такой гуру он всех учит куда деньги вкладывать куда там же ну слушайте его он вас научит ох он вас научит и потом скажешь вы сами идиот потому что не надо было меня слушать а на свои мозги включать вот и все поэтому люди которые никогда нигде ничего они вам расскажут почему там никому не светит ну да да все таки все таки иммиграция это не курорт не курорт здесь надо впахивать здесь надо знать что ты хочешь и радоваться каждому дню понимаете а если ты не можешь радоваться впахивать и не знаешь сам чего хочешь вот слушай вот этих вот как у которых никогда ничего не было и они тебя точно научат чтобы тебя никогда не было больше чем у них ну то есть ничего вот это самый самый надежный путь как там уже несколько кто с нами друзья счастливо